Доброе утро! Я уезжаю завтра к сестре в Ступино на праздники. Вернее, на один праздник. Масленица. Кстати, всех с праздником. Или, наверное, даже с прошедшим. Я в поисках рыбы. Таранки. Её в Ступино нет. А сестра попросила. Вот я обхожу магазин и ищу. Я впихнула вот в этот маленький довольно-таки рюкзак. Вы просто не поверите. Батончики на завтра. Хлеб на сегодня. Каша. И гвоздь программы. Мне было лень в руках нести. Ну и дофигища рыбки. Капец. Я как свинотина. Как так можно ходить? Только я так могу. Нашла парочку с икрой. Буду сейчас дегустировать. Я уже собралась. Сейчас выезжаю. Хочу взвеситься. Сделать контрольное взвешивание перед отъездом. И потом, когда от сестры вернусь. Посмотреть вместе с вами, как я отдыхала. Так что... Вот я на месте. Давай. Я уже тут очки. Такой снег идёт. Так красиво. Круто. А я жду, пока меня заберут. Еду из Ступина. И забыла, короче, наушники. Теперь сижу и слушаю всю дорогу. Модная вот эта рыбчуга. Грязные танцы какие-нибудь. Твоё прозрачное бельё. Хочешь мою ракету? Поскорей бы доехать. А то я не выдержу слушать такие песни. Ты как Америка. Тебя мечтает поймать весь мир. У кого-то ещё Новый год. Приехала, так и не показала свой вес всё-таки. По-моему, я ничего не набрала, если я не ошибаюсь. Знаете, я заметила в себе изменения с недавних пор. Раньше я думала, что как это плохо быть девушкой, женщиной. Но у нас столько обязанностей выходить замуж, прислуживать мужчинам, рожать. Это так сложно. Но сейчас я понимаю, как это прекрасно. Не именно прислуживать мужчинам, не именно рожать, а именно быть женщиной. Именно дарить тепло, внимание. И само вот это ощущение того, что ты женщина, это что-то неописуемое. Когда ты чувствуешь себя женщиной, ты выглядишь по-другому. Ты разговариваешь, рассуждаешь по-другому. И я заметила, что мужчины тогда относятся совершенно к тебе по-другому. Как-то бережно, с каким-то теплом даже. Это очень приятно. Особенно, когда это происходит с тобой. И когда ты ещё больше за счёт этого начинаешь ощущать себя какой-то такой девочкой. Доброе утро. Светит солнце. Не скажешь, да, что утром был туман. Вообще, не видно было даже этого дома. Зато сейчас не вижу себя. Сохнет уже который день одеяло. Я всё никак его не сниму. Это как с ёлкой, которую всё выбросить не могут. А что тут у меня? У меня здесь бардак. Я решила зимние вещи все уже убрать, потому что у нас солнечно, у нас офигенная погода. Я понимаю, что могут быть холода, но уже таких именно холодов жутких не будет. Поэтому я убираю тёплые зимние вещи, оставляю уже более-менее весенние. Я уже, в принципе, всё сделала, перебрала. И опять же, нужно помыть полы, убрать всё как обычно. Ненавижу бардак, поэтому постоянно убираюсь. Это моё кредо. Поэтому встретимся позже. На улице сегодня плюс два. Всё тает. В парке ещё пока остался снег. А я чимпелюкаю по делам. В принципе, уже нужно было сесть на автобус и ехать по делам. Но я решила через парк пройти на другую остановку и сесть уже там. На автобус, так сказать, пройтись по парку, прогуляться, подышать свежим воздухом, посмотреть на белок. Руки, кстати, подмерзают. Светит солнышко. Так классно. Как у вас погодка? Я думаю, она, в принципе, у всех такая. Как вам юбочка? Всё такая красная. Как я ненавижу тех людей, которые мусорят грибу домой. Зашла в фикс прайс заодно. Купила там немножко весенних всяких штучек. У нас, кстати, там ничего нового нет. Появились какие-то полотешки. Такое всё по мелочи. В основном всё ещё со дня Валентина осталось. Всякие сердечки, открыточки, блин, которые нафиг уже никому не нужны. И главная виновница торжества, которую я нашла. Скоро буду снимать обзор. Кому интересно. А у нас, ну, как вы видите, у нас всё как обычно. Всё тает. Хотя я бы не сказала, что на улице прям сильно тепло. Руки подмерзают. Нос подмерзает с ушами. Но я уже хожу без шапки, без перчаток и в лёгкой куртке. Ну, в смысле, в пальто, но в лёгком свитере. А все остальные люди, вы бы видели это. Шапки, перчатки, сапоги зимние. Это ужас какой-то. Я не знаю, я уже не могу. Я разделась и мне, в принципе, если не держать камеру, то руки не замерзают. И довольно-таки тепло. Вот так вот.